МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадой компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Сегодня в Рогачеве прием грамадян провел первый наместник керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанкоу. Сегодня же в Гомеле пройшла выниковая коллегия Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди гомельского облывы канкама. И больше подробно об этом и не только. Сегодня в регионах протягнули работу выездные приемные по вопросам реализации декрета номер 3. В Рогачевском райвы канками прием грамадян провел первый наместник керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанкоу. Олег Синцеров потекавился, об чем и шла размова. Поведомление о приеме грамадян о сроках массовой информации и на сайте Рогачевского райвы канкама заявилось еще на початку тыдня, а тому записаться до первого наместника керавника администрации президента мог каждый ожидаючи. Причем сам Максим Рыжанко уже в самом початку приема подкресливая, для его можно взвертаться по любых пытаниях. У Речи сиротгалунных задач не только допомога о ворошении проблем, а ли и мониторинг ситуации у регионе. Люди живут сегодня своей жизнью и, конечно же, в нынешний момент вопросы характера такого экономического, они играют большее значение, поэтому, посмотрев, что, образно говоря, какой-то всплеск, наверное, за последние месяцы внимания к этим вопросам, ну вот мы решили такую серию приемов провести. Реализация норм декрета номер три об попередживании социального утриманства, бадай самое расповсюдженное питание, за яким пришли на прием жахары Рыгачевского и соседнего Будакышалевского районов. При этом Максим Рыжанко принципово позбегая вакрыстания у относенных до этих людей понятия утриманцы. Усе жахары краины у той-те иншой ступени приносят корысть державе, але при этом не усе принимают удел у компенсации некоторых державных затрат. Максим Рыжанко перекананы, кожную ситуацию необходимо разглядать персонально. По стану на середину лютого от уплаты сборов на финансование державных расходов на гомощине только податковыми органами вызвали на 12 867 человек и еще 518 человек вызвали на рашениями рабочих групп, которые створены при выконавших комитетах непосредственно в Рыгачевском районе становочие рашения отремали 15 жахаров. Клены рабочих групп кажут, что шматы кто отремавших поведомления о необходности уплаты сбору, проблем с наявностью сродку явно немаем. Импортные, изусим нетанные мебли, дорогие автомобили и коттеджи у некойки поверхов. Усех это свечет, а наявности крыльниц высоких доходов. Але адворотные приклады так само есть. Юлия Борозна, дополнованный юрист, але зараз не працуя, хоть знасти работу спробовала не одной чем. Почас приему перший наместник керевника администрации Максим Рыжанко просить керевнику райваконкама знасти макчимости для становчика выращения проблемы. Найти просто ничего невозможно. Сижу дома на зарплату, так сказать, мамы. Она медработник, зарплата, естественно, минимальная, хотя у нее 47 лет стажа. Ухаживаю за бабушкой, которая 90 лет. И работы у меня нет, и платить мне, в принципе, нечем. Эту плату сбору на финансование державных расходов будет вызвалина и Валентина Чернышова. В 2015-м она працевала в детячем саде, а якобы не трапить падение декрета номер 3, ее не хапила. Усягло одного тыдня. Тяжкую життёвую ситуацию, у якого оказалась женщина, вы решили принять до уваги. Я только слышала его. Он мне говорит, у меня вот эмоции, я ночью не спала. Я вот после принятия вот этих всех до этого решений, у меня была депрессия. Вот эти все месяцы у меня была депрессия. Я училась, мне будет спокойно. После завершения приема грамадян, первый наместник керунька администрации президента Максим Рыжанков отзначая, люди приходили с проблемами, якие можно назвать заправды актуальными. Иначе справа, что больше из них можно выражать на местовом узоровне, без взворота в областные и республиканские структуры. И это еще одна основа, якую можно зарабить с проведенного приема. Даже если ты что-то не можешь делать, у тебя всегда остается возможность туда, в центр, написать свое мнение по тому или иному вопросу. Я говорю сейчас о руководителе районного звена, где обозначить какие-то проблемы и даже, может быть, предложить, что они нуждаются в какой-то регулировке сегодня. Ибо нам там снизу виднее, что нужно этим людям. И если даже какая-то есть база, там какая-то нормативная или так далее, ну вот можно, может быть, туда внести какие-то изменения. Или вот дайте нам какие-то такие вот полномочия. И от этого, конечно, будут выигрывать все. На наступном тыне выездные приемы притягнутся. У час вверх 23 лютого у Гомельским Аброваконками на пытание откажет начальник Головного управления по работе со зворотами грамадян и юридичных особ администрации президента Рыгор Шлык. На наступный день, 24 лютого, он проведет выездный прием у Будда Кошалевским райваконками. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио компания Гомель, Зрагачева. Жихары региона смогут отримать консультации по декретии номер 3 и в ближайшие выходные дни. Во всех районных податковых инспекциях 18 и 19 лютого пройдут промы телефонные линии. Примать звонки будут с 9 до 13.1. Номеры телефонов размещены на сайте областной податковой инспекции. Дарыч, извернуться до АЕ специалистов можно будет по номеру 79 88 27 в субботу и 79 88 28 в неделю. У ГАР райваконкамах так само сформированы додатковый график приема у грамадян по пытаниях реализации декрета номер 3. Приемы пройдут завтра до полдня. Подробязная информация размещена на сайтах выконкамов. У Гомеля до первого сакавика расслумачивать основные положения декрета президента об попереджении социального утриманства будут керующие работники выканавчих комитетов и районных администраций города. У приватности завтра Гамельчан с 8 до 12.01 примен наместник старшини ГАРВИ Канкама Виталя Таманчук. Протягиваем выпуск. Угод науки СМИ повинны больше объемно светлять досягненні беларуских вучоных. Об этом сегодня у Гомеля поведомила министр информации Беларуси Лилия Ананич. Яна провела особистую сустречу с жихарами города и отказала на телефонные звороты подчас гарачей линии. Пытания, с якими Гамельчане звернулися до министра информации, имели не только приватный контекст, але и агульно-национальный. Узняли тему юбилейных мероприемств до 50-ти годзе беларуских книг о друковании, конкуренцию к друкованным СМИ и интернету, распаусюджывание социальной рекламы. Обмерковывалось так само питание популяризации дейностей беларуских науковцев. По меркованні Лилии Ананич, угод науки сродки массовой информации повинны больше объемно осветлять науковые темы. Але и самим навуковцам треба проявлять активность, как выкликать до своей работы интересами. Если у вас есть конкретные проекты, мы, конечно, ждем и от вас таких конкретных проектов. Если есть интересные предложения, что у вас в институте леса можно показать? Говорите, направим к вам хорошую творческую бригаду и покажем, что такое сегодня наука в сфере, которую вы представляете. Надо этот вопрос обдумать и решить, да. Приглашайте, приглашайте журналистов. На мой взгляд, министра, мы недостаточно объемно освещаем вот эту проблематику. Супрацовников института лесу Национальной академии наук Беларуси цікавила, як беларуские телеканалы будут осветлять угод науки распрацовки науковцев. Для их это пытание важное. У институте робят неоценный уклад упомножение одного згалону беларуских богаття у лесу. Кожная лаборатория изъявляется уникальной. У целым науковцы задоволены материально-техничной базой, якую мают. Але констатують, крыл б на, что профессия губляет аутеритет. Хотел бы, конечно, чтобы, конечно, прийти, чтобы ученого было еще больше какого-то внимания уделялось. Была какая-то доступность всех исследований и для населения. Звонок на гаражную линию министра информации – это так само справа притягнуть увагу до своей деятельности. Науковцы заусюду лечилися элиты громадства. Не варто про это забываться и зараз. Лилия Ананич запълнила Гамельшан, что усе пытания, які узняты под часу встречи, будут доведены до Беларусского урада. Под час разговора с гамельшанами и представниками мясовых СМИ министр информации так само возрабила акцент на отказности журналистов за каждое слово, докладность и объективность материала у СМИ. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, Игорь Марышенко. Телерадоя компания «Гомель». Сегодня у Гомеля пройшла выниковая коллегия Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодости гомельского облывыканкама. На парадку дня питание кадрового забеспечения деятельности мобильных групп, развития культуры и полиграфии. Подробностей у Ганны Ковалевой. Три платформы «Идеология», «Культура» и СМИ, як спрацовали на их у минулому годе, разом и на кожной пособку. Отказы были даны подчас выниковой коллегии Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодости облывыканкама, якая собрала маль 200 человек за этой Гомельщины. Заслухать справоздачу идеолога у работников предприемствов и организаций Галины приехали перши наместники руника администрации президента Беларуси Максим Рыжанков, министр информации Лилия Ананич, и перши наместник министра культуры Ирина Дрыга открыла коллегию тема идеологичной работы. Большое внимание уделяется учебе кадров и с обсуждением интересных и актуальных проблем, передового опыта, приглашением именитых лекторов. Такая интересная работа проводится в Петриковском, Ельском, Светлогорском районе, в Гомельском, Горисполкоме. Забеспечение стабильной громадско-политичной ситуации, идеологичное сопровождение программ социально-экономичного развития региона, выявление и подтримка молодежных инициатив, восьголовные селетние задачи, важная роль належит с работе сродка у массовой информации. Так, у Центра леташней информационной картины года были Пятый Усебелорусский народный сход, выборы у парламент, День белорусского письменства, 30-ти годе, Чарнобыльской аварии. Одным из остановочих выников года можно лечить стоя, что по окупности СМИ Гомельщины вышли на другое место в Украине. Знаете, на фоне Гомельская область выглядит очень динамично развивающейся информационной областью. Гомельщина в год, когда проводился День белорусской письменности, в минувшем году, итоги которого сегодня рассматривают, как раз проявила очень такую творческую подачу, помните, да, в Рогачеве, средств массовой информации на этой выставочной площадке. Это не только от желания себя показать, это от той глубокой работы, которая сегодня проводится каждым редакционным коллективом. На коллегии поставили задачи и на этот год. Например, обращение увеличения количества подписчиков и по ширине аудитории от СМИ чекают больше активного створения полновартостных электронных версий и освоения социальных сеток. Завершила коллегию тема культуры. Так увагу представников библиотечные системы звернули на необходность установ этой сферы быть не только информационными, но и культурными центрами регионов. Свою оценку их работе дала наместник министра культуры Ирина Дрыга. Библиотечный фонд в области самый великий региональный объем сирот у всех областей краины. Объем новых поступлений сократился и обораченность поменьшилась, хотя незначенно, на 0,2%. Это знак, который надо задуматься. Что дотычится работы клубных установ, то летось я направлась выше 135 тысяч мероприемств и это больше, чем было годом ранее. Поспеховым опытом своей работы поделились кировники лепших. Мы в этом году принимали участие в конкурсе Клуб года. Получили первое место, стали лауреатами. Не нужно бояться работы, потому что во все времена были трудности и даже интересно их преодолевать. И когда у тебя все получается, то, наверное, это главный двигатель жизни. Крупкой сустрейшей стала церемония ознагороджения. За досягнение в минулом году грамоты отримали лепшие идеологи, работники культуры и сродков массовой информации. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У субботу протягнуть работу и промыть телефонные линии мясцовых органов Улады. В 18-х алютах азвороты грамадян выслухая перший наместник старшини Александр Викторович Миколуцкий. Номер телефона 75 12 37. У «Гомельским Гар» выконками на пытанье откажа наместник старшини Сергей Анатольевич Радзюк. Звонки он будет примать по номеру 75 18 54. Час работы промыхлений с 9 ранницы и до полдня. «Гомельский авангард» у работах Яфима Меневицкого представлены у «Гомельским палацово-парковым ансамбле». Гэта экспозиция своего роду с правоздача аутара до 80-годового юбилею. Широкому колу глядачоу представлено больше як 20 работ Мастака. Усеяны належать розным перейдам ягу творчасти и кожная у своем роде уникальная. «Гомельский авангардист» выделяется складанным внутренним светом и ярким индивидуализмом. Ягу философские погляды и перспективный выпускник Мастацкага в училища пачау активно проявлять себе на разностайных выставах. Уникальная манера Яфима Меневицкого заховывается и у работах больш поздней эпохи. Своим житевым призначением аутар лечить Мастацкай мовы як мага больш полна доносить до глядача свое бачення роли Мастака у сучасным храматствя. Яфим Мирович это личность легендарная, я бы сказал. Легендарная в нашей художественной жизни города Гомеля. Притом он выделяется ярко своим пониманием ставя такие высокие задачи задачи гражданина художника и художника-философа. Высокие задачи свои реализовывают с энергией молодой ясностью такой но несмотря на возраст почтенный. Цель моей жизни это увязать было мои живописные работы теоретическими. Меня еще спрашивали в 90-м году я еще сам не мог определить но сказал можно отнести калангарду к модернизму. Последние в 16-й год это 21-й век где изобразил герца основателя еврейского государства. ГТ а так само инши новини можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tv.org.by На гэтым выпуск завершен у студии працавала Наталья Игнатенко Усяго доброго и до новых сустречу эфиры. Продолжение следует...